Сейчас уже никто и не помнит, кто первым предложил название Заря, но короткое, емкое и главное символичное слово прижилось быстро. Этот отряд самообороны самый крупный, его численность держится в строгом секрете. Каждый день сюда обращается около 50 добровольцев от 18 и до 60 лет. В анкете стандартные вопросы. Прописка, возраст, род занятий, большинство местные жители. Но есть приезжие из других городов. Этот молодой человек из Киева просит не показывать лицо. Родные не знают, что он здесь. Дома сказал, уехал отдыхать. По его словам, в отряде есть бойцы, которые приехали из Днепропетровска и даже Львова. Мы побывали просто и на одной, и на второй стороне и увидели саму правду, которая там была, а не то, что показывала украинская СМИ. А дальше уже сыграла большую, наверное, часть. Это Одесская хатынь. Убийство моего хорошего знакомого. Ну, наверное, вот это все накипело. И надоело уже просто смотреть, как мирные люди погибают от рук беспредельщиков и олигархов, бандитов. По-другому их не назовешь. В ряды самообороны приходят записываться и женщины. Здесь это уже никого не удивляет. Еще одна пара рук на кухне или в медсанбате не помешают. Как она будет совмечать службу в батальоне, работу и дом, Людмила пока не представляет. Но уверена, здесь не будет лишней. И равных три раза. Очень больше варить. И стрелять. Вы стрелять умеете? Можем немножечко. Прежде чем надеть форму и получить оружие, все добровольцы проходят психологическое тестирование. Отсев небольшой, около 5%. Причем основной критерий вовсе не связан ни с родом занятий, ни с наличием военной подготовки. Мотивация человека, зачем он сюда пришел, чтобы он понимал четко, за что он пришел воевать. Тех, кто прошел тесты, ждет медкомиссия, а затем неделя напряженных занятий. Новобранцев учат тактики боя, как правильно обращаться с оружием и элементарным навыком самообороны. Часть бойцов скрывают лица и даже просят изменить в эфире голос, боятся за судьбу родных и близких. Вы не ушли. Подготовка бойцов самообороны идет по ускоренной программе. В курсе молодого бойца только практические занятия. На теорию времени просто нет. По словам ополченцев, многие из них даже в армии не служили. Оружие в руки взяли люди самых разных профессий. Александр, например, пекарь. Надеется попасть в разведозвод. Я не хочу на кухню. Я не за этим сюда пришел. Я хочу защищать свой родной город и свою семью. Никакой дедовщины. У нас тут дружный коллектив. Друг за друга пойдем до последнего. Готовы доверить своему другу, свою спину. Батальон «Заря» – часть так называемой армии Юго-Востока. Ее ударная боевая единица. Его задача – разведка, разминирование, наступательные операции. Не обходится и без потерь. И каждый здесь понимает, на какой риск он идет. У меня прадед воевал. Я решил, если он прошел войну, почему бы и мне не пройти. Я не боюсь этого. Я защищаю своего племянника, ребенка, мать свою родную. Я за них. Хочу, чтобы они остались живы. А что будет со мной, там уже посмотрим. В последние дни ситуация вокруг Луганска резко обострилась. Украинская армия уже в 20 километрах от города. И главная боевая задача – отстержать наступление противника. Олег Шишкин, Роман Хараленко, Денис Бахвалов, Денис Говорохин. Первый канал. Луганска.